так всем привет да давно меня не было читал комменты да я читаю комменты всем спасибо за комменты очень приятно то я часто там пишут что есть проблемы с ключевыми кадрами непонимание этих ключевых кадрах там с анимацией всякое в общем такое ну и как обычно попробую объяснить и как обычно времени на подготовке ничего такого нет и поэтому извините да все идет в режиме life вот и да я туплю и тут ничего нет страшного нам вот главная проблема просто как-то решить вот так что не обращаем внимание если я где-то что-то стратил постараюсь все решить ну и первое 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 начнем наверное как обычно с моделирования моделирование да это как букварь изучить не знаете букву и читать не умеете да точно так же и в моделировании поэтому всегда практикуйтесь и мы тут по практикуемся например так вид спереди создан создан цилиндр до сделаем какой-то самолетик на его примере попытаемся и запустить его по кривым и попытаюсь объяснить еще ну вот на его примере что такое там ключевые кадры как и как я это понимаю как я с этим работаю так сделаем вот так сделаем чтоб не было никаких крышек и повернем его к нам лицом view вот да так есть теперь зайдем в режим редактирования наверное немножко уменьшу выделим так горячие клавиши да надо включить есть теперь сюда секструдируем тут уменьшим опять секструдируем вот сюда куда-то тоже чуть двинем нажму опять экструдируем так такая колбаса сделаем максимально видеть так простым нажму на что по сюда да сюда будет крутится крепится пропеллер над выделим сделаем так добавлю что такое ноу поле самолетик тут делаем с дать чуть раздвинутая но тут еще добавлю вот некоторые точки возьму джи джи а слайдин сюда сюда опять вот выделяете штуки нажму ой утоплю вниз можно кстати сделать так с 0 сз 0 нажать на вот я все ровненько вот это какое-то стекло сделаем ес экструдируем сюда потащим придет так тут надо такое я нажму м и collapse свернула так так будет хвост так сделаю вот так вот так выберем что относительно чего вращатель шо индивидуальное индивидуальное выделение тогда при экструдировании каждый будет свою сторону есть так нажму с 0 выровняю чуть-чуть и по оси 0 так сделаю и теперь можно их перейти в режим варфрейм точки выделить точку нам можно так делать можно кстати включать симметрию тогда с одной стороны как бы взяли сделали то все хорошо уравна не забывать ее отключать так выделим вот эти штуки тоже возьму с y вот так сдвинул и наверно еще с x так смажьте мера так тут тут наверно добавлю какой-нибудь флажок на возьму сюда так shift с курсорту силы этот shift и добавлю щекол большой сделаем 8 тоже смажьте беру так запихнула сюда вовнутрь нажму ez выдвинем так вот нажму просто контролер подразделю и вот здесь выделю грань вот это да на что я с ней сделаю скопирую потом е y на пододвину сюда вот подразделю вот так квадратики выделю все нажму до было еще с обдевать на это вот мы его заставим там потом пошевелиться так сделали надо крылья так выделяю 1 2 5 нажму контру ой да забыл снять выделение то не надо выделять сейчас так можно сделать медиан поинт с x сюда теперь каждую опять с x0 теперь опять и подразделим вот сюда подразделим где-то так пойдет да так теперь сделаем опять выделю этот полигон shift с курсорту selected так повернем и добавим опять цилиндр добавим развернем его к себе лицом x90 можно и так повертеть так теперь масштабирую захожу в режим редактирования добавлю два лупа выделю вот эти можно select checker the select снять выделение да я хочу чтобы выделенных было два через одно а отлично можно офсетом дающим покрутить это нет что-то не сходится да не сходится потому что надо 9 ранее так еще раз добавим цилиндр так вот теперь 9 поставим да так вот так добавил выделяем цилиндр так вот хочу два выделенных за один а на все хорошо теперь их экстрадируем вот тут выберу норму е до секстрадировали теперь нажму с x нет ни x и крик на чуть и так раздвинем и покрутим rz опять нажму е пойдет выделяем нажимая 5 е м коллапс выделю эту точку так ну помоделировали в общем немножко это ручки отдохнули или привыкли и пойдет теперь дан наша анимация так не забываем сохраняться в общем то вся анимация да по сути основана на ключевых кадрах ну за исключением еще я даже не знаю как это назвать в общем хорошо когда вы еще знаете там программирование да вот то в блендере знаю программирование тоже и без ключевых кадров можно еще там по анимировать вот я там вот как я вас клипте да часто надо было чтобы там например шарик вокруг курсора мышки ездил да и как вы понимаете в декартовой системе не очень хорошо направлять и высчитывать все это вот например так если да у нас две оси его тот круг у нас есть там оси x есть оси да и постоянно в момент какой-то времени высчитывать вот эти координаты да не очень там хорошо но и вот так же например заставить наш самолетик крутится по какой-то по окружности вот это я щас вам наверное будет ничего не понятно короче программирование эта тема когда лезете в программирование еще также начинаете сожалеть что не учили математику да вот ну начинаете программировать вещи потом какие-то опять же косинусы синусы тригонометрия вся и это раз становится более как бы доступными для понимания что ли вот так и со мной было до вес программирования снаря ничего не понимал потом начал понимать по чуть-чуть и математику и для чего она надо и это тригонометрия тому подобное возможно вас это как раз наполкнет на изучение и математике что это все-таки нормальный такой предмет и изучать его стоит так первое например да все таки вот ключевые кадры есть такая штука у нас timeline это временная шкала есть объекты да и есть у объектов куча разных параметров например его трансформации да где он находится в определенный момент до что в каких координатах в 3d пространстве он находится вот и все эти координаты и не только вот эти а местоположение вращения и масштабирования мы можем запоминать в ключевые кадры допустим я выберу вот сейчас самолетик наш нажму буковку ай на вылезет вот такая менюшка это типа вставить ключевой кадр и в на что его вставить то мы можем опять же там на позицию на вращение на масштаб или то и другое много всяких таких штук то есть мы указываем какие данные непосредственно мы хотим запомнить вот сам ну допустим вот здесь я хочу запомнить его местоположение все видите вот тут также поменялся цвет да то есть он начал отличаться это уже то есть вас на что-то должно наталкивать например какие там бывают ошибки когда вы вот так вот сделали а еще у вас часто вы когда-то масштабируйте что-то shift нажимаете клацайте в каком-то моменте вы нажали shift и покрутили на таймлайне колесико мыши тут все пропало да то есть она по оси y вертикально просто заехала там вверх его не видно и вы такие и этого окна нет и вы такие начинаете что-то копошить свой объект в какой-то кадр стали да еще пробел нечаянно нажали потом его таскаете опять что-то изменили он опять начинает в ту же позицию возвращаться и чтобы вы не делали он вечно туда возвращается да потому что вы установили ключевой кадр на кстати опять shift зажали покрутили колесиком он скорее всего там появится или посмотрели на ваши поля для ввода и глянули где не отличается их цвет ли да и вот эти вот зелененькие дачу поля у тут желтенькие а он тут зелененькие да то есть мы видим а есть еще оранжевенькие зелененькая горит что значение не изменилось вот в зависимости от короче времени да вот оранжевенькая горит что она изменилась но еще не запомнена то есть если я его перетащил и опять могу тут на поле нажать буковку ай видите она осталась там оранжевая вот это значит что я установил ключевой кадр а вот тут то я да вот у меня 30 кадров я установил значение в первом кадре установил в тридцатом а вот те я не устанавливал значения но блендер берет из самых вы высчитывает да какие-то там промежуточные точки то есть я указал что у меня самолетик переедет по оси z куда-то и переедет по оси и и как видите эти значения меняется то есть если вы бы опять да вот у нас есть штука на у тут y ну тут у нас z и вот значение у нас меняется ай кстати да этот рейс принцел он же тоже у нас покадрово кстати наверно его как-то можно и не покадрово чтобы он не менялся а везде оставался вот то есть есть у нас такая как бы у тут кривая да то есть в каждом кадре у нас высчитываются промежуточные значения и высчитываются они в соответствии с наших с установленными как бы и зингами или как их там назвать еще есть в пунктике не меньше на вот интерполяция да и у меня стоит она по умолчанию линейного скорее всего безе вот то есть это кривая соответствии с которой просчитываются промежуточные значения между вот этими вот сохраненными а это это наши коробочки да такие в которых в какой-то момент времени лежит какое-то значение да и в данном случае все это тут как и вот здесь да то есть надо мне переместить объект я нажал g переместил то точно также а выделил все снял выделение правой кнопкой могу взять ключ и переместить да я теперь указал что будет этим значение изменяться на протяжении тех 100 кадров на то есть я могу опять сюда перетащить например я хочу чтобы он полетел вот сюда а потом вернулся опять в свою позицию да как а вдруг я не помнил этой позиции вот ну в мозгах не помнил но вот тут то я ее записал значит я могу этот ключ взять скопировать и перетащить в какой-то нужный мне кадр и вот он вернулся опять назад на то есть запускаю анимацию на полетел сначала сюда потом вернуться назад то есть как бы да все просто для всех объектов все запоминаем например хочу чтобы пропеллер крутился да вот тут кстати такая как бы проблемка будет на указываем на 5 нажимают rotation а и хочу по оси y его крутить да там например на до 10 кадра я хочу чтобы мой пропеллер сделал по оси y там например 361 оборот на поменял навел нажал буковку а и значение заполнилось на чук и все и он стал у меня пропеллер то есть покрутился чуть-чуть и остановился вот как его можно крутить ну во-первых можно в графа идиторе там генераторы добавлять можно еще вот это ручками да вот сейчас наверно покажу ручками так тут еще кстати одна такая есть у нас проблемка это да что пропеллер у нас как бы относительно глобальных координат двигается самолетик куда-то летит вот нам же такое не нужно поэтому нужно вот этот самолетик сделать дочерним элементом нашего ой этот винтик сделать дочерним элементом нашего самолетика и можно это сделать там двумя способами вам уже больше может я просто не знаю да вот это у нас винтик кстати можно нажать f2 и просто переименовать винт это нажмем на 2 и назовем вот и если мы возьмем shift зажмем он тут в outliner и схватим этот винт и перенесем самолет да то теперь ну как папочки папку в папку вложили теперь когда будем переносить папку самолет с ней же и перенесется папка винтик точно так же теперь и анимация да у нас ну вот переносится грубо говоря наша папка и вместе с ней и наш винтик то есть все вроде правильно также вы можете выбрать типа что как бы при парень тить да и к чему да вот этот вот последний выделенный активный элемент это и будет родительские нажать control п и выбрать вот эти set parent to object выбрали по сути то же самое произошло вот у нас теперь винтик уже поскольку у него есть родительские элементы и координаты его берутся уже от него да и вот он крутится и как бы все хорошо так как винтик да можно еще например заставить вообще крутиться без ключевых кадров вот тут я нажму x и нажму длит все не крутится а я хотел бы до чтобы он крутится в глендере есть еще предпеременная так сказать динамическая до называется она фрейм вот и ее значение будет меняться к в зависимости от временной шкалы да то есть если я буду стоять восьмидесятом кадре в значении в переменной будет фрейм будет значение 80 и это вообще круто переменные это опять же да это как бы ячейки памяти оперативной так сказать коробочки по сути как и ключевые кадры до в которых лежит какое-то значение вот и тут она будет динамическое и как его можно например установить вот сюда делается это с помощью драйверов да или сейчас мужей чуть-чуть про драйвера тоже нами скажу от берем например я хочу менять значение по оси y да то есть я беру тут пишу диез когда я так сделали нажму enter видите она стала там сиреневая или какое фиолетовое поле вот это значит что я установил сюда драйвер да и теперь вы это значение видите не можете изменить вот такое у вас тоже часто густо наверно происходит или где-то когда качали модели видели такие штуки да то есть удалить драйвер вы нечаянно можете его поставить нажав клавишу control d до вылазит еще такое меню там мышкой убрали она исчезла и вот опять залипла короче удаляем дилит драйвер да и все почистили термосу хорошо но тут я на ось y на поставлю какое значение я пишу диез и напишу сразу переменную фрейм и нажму там и теперь запущу анимацию видите у меня винт мой пошел на слать да вот тут я про это в значение как бы и как она интерпретируется когда я его ставлю в rotation да вот почитать мне негде в общем я так вот методом тыка тут ну стоишь но вижу что сильно какие-то большие значения поэтому я наверно значение фрейм там поделю на 30 к примеру да вот теперь сильно медленно меняется нет ну можно там не знаю может пять о да допустим вот так или два да два отлично так и видите да никаких ключевых кадров я не устанавливал но пропеллер у меня крутится точно так же я могу например и делать с моим самолетиком я удалю ключевые кадры выделю все нажму икс и делит и фреймс так сделали да то есть никуда он не двигается пропеллер двигается с тем же фреймом допустим если мне нужно просто прямо его до запустить то я могу 8 y взять опять написать это радиес написать фрейм да и каждую вот этот кадр он будет у меня переезжать на единицу так в обратную сторону нам нужно может на минус один о и полетел нам допустим быстро летит опять же мы этот фрейм фрейм поняли в десятом кадре в этой переменной будет число 10 мы видим это тут в двадцатом 20 если мы хотим чтобы это происходило медленнее до взяли там поделили на какое-то число вот все уже полетел вот а например если мы хотим чтобы наш самолетик летал по кругу на вот тут то уже как бы как ее карта не планарная вечно вылетает с головы на там системы координат планарная как-то от слова это забывая да там есть так это декартовая или как плоская цилиндрическая сферическая планетарная так секунду вот не могу вспомнить надо же так полярная вот вот и она там как бы описывается короче да что там объяснять сейчас удаляю вот это дэвид драйверс вот до значение тут можно опять же напоминаю на вели бэкспейс нажали и все у нас в нолике сбросилась и вот теперь я возьму тут напишу такую форму ставлю диез все я как бы уже типа программирую допишу тут expression выражение какое-то и тут мы сделаем 0 это наша позиция текущая плюс напишем синус вот и фрейм так и попробуем вот так до запускаю видите начинается дергаться у нас на туда-сюда если я вот здесь вот еще допишу то по сути это будет как бы длина моих колебаний да там умножу например на 10 и видите быстро как он колеблется но например я хочу это дело помедленнее сделать тут разделю на 10 вот синус чуть меньшее значение соответственно не так быстро будут относительно вот этого всего происходить о видите он уже плавает у нас по оси x туда-сюда синусоида такая дойдет колебания вот возьму скопируют это вот и вставлю вот сюда тоже пишу тут сначала ds нажимая enter да то есть установился драйвер теперь это сюда копирует тут синус поменяю на кухню и оля да наш самолетик начал ездить по кругу и вот тут кстати да вот я хочу поменять радиус да то мне надо и тут значение изменить и тут значение изменить на и тогда он станет больше блин а если я хочу точку поменять какую-то до мне тогда и это значение тут сначала надо поменять потом тут поменять например если я хочу ну давайте сейчас покажу ну пусть 10 на эту 10 и хочу по оси z чтоб он вверх у меня поднимался да напишу там фрейм наверно поделю на 2 чтоб не быстро ну-ка да о такая спиралька давайте это быстро тоже на 10 поделим вот да как-то поднимается а если я хочу чтобы у меня спираль разрасталась то опять же как бы да все просто вот тут могу сделать например тут сначала число 2 и число 2 и умножать его на фрейм давайте тоже возьмем скобки шоу он не парился там фрейм этаж динамическое значение да тут изменю и тут изменю 2 вот так да ну видим что-то сильно он и начал такая спираль разрастается и разрастается да то есть вот все можно динамически менять фрейм там поделить еще на какой-то шут на 10 чтоб не такой быстрый до был прирост и погнали на наш самолетик начал набирать обороты на нот неудобно вот это вот крутить но например это я так короче обзор на чтобы было о чем подумать до кастом пропортиз возьмем и добавим тут какие-то свойства для вот этого вот объекта одно добавим второе да и например добавить что мы хотели ну например радиус я мог бы поменять еще чуть по-другому до нажимает он edit там рад напишу значение хочу целые числа до изменять ее тут ну как бы минимальное и максимальное значение смотрите 50 если поставлю вот но тут и сейчас вот тут я вот это изменил рад да видите я могу еще десятичные там соты короче менять если я этого не хочу например то в меню edit просто возьмите вот эту единичку точку уберите его так сохраните и теперь у нас будут меняться целые числа так как бы хорошо я хотел поменять радиус и возможно там позицию мог бы поменять но не за не важно да давайте пока вот с радиуса начнем как это можно все вообще притулить давайте теперь перейдем откроем окно тут и выберут drivers так и есть наш объект есть элементы на которых установлены эти драйвера да если мы тут клад с ним выберем драйвер то есть вкладка drivers и видите вот тут мы можем просмотреть то что мы там понаписывали на вот а как например вот да я хотел вот этот было 10 да например у этого значения 10 и тут было 10 сейчас этот поменять запустим анимацию да у нас все просто станет без возрастания он там поднимается по оси зет кстати вот это можно сделать надо ее менять или нет так вот да и тут тоже сделаем и идет тут сделаю один дефаут стоит один и то пусть до 50 могу менять вот с этим делать да у объекта есть какие-то значения мы себе так сказать какое-то менюшку создаем далее в любой момент я могу это менять динамические я их могу использовать у себя в своих выражениях вот допустим я возьму хочу от по оси x вот это вот число заменить на то которое находится вот здесь рад радиус или шоу назвал я конечно по дикому да я беру нажимаю тут добавить переменную и вот тут теперь single property идет вот property да как это сказать иди блок в котором находится наше свойство да тут я должен указать ну как бы свой самолетик вот и теперь путь к вот этому значению например рад на и тут я могу его взять правой кнопкой копи дата ps на и сюда взять нажатие control в и вот как она записывается до указали объект в котором есть это свойство что мы создали и вот там идут квадратные кавычки и тут потом двойные вот и мы говорим что мы берем это значение из самолета вот по таком-то пути и заносим в переменную вар на и теперь я могу вместо вот этой 10 написать вар все например для этого то же самое проделаю хочу то же самое до могу вот смотрите написать двойные кавычки вот называется но рад enter да ничего красного все хорошо и тут меняю на вар так и проверим видите работает да то есть если я сейчас это буду менять вот я его сразу скопом настроил себе и по кругу разное значение также я могу теперь для там zed например прирост настроить да насколько мне надо вот вместо этого тоже будет у меня вар или вы можете ее назвать как хотите пусть она будет там тест называться точно так же там из самолетика взяли указали на вот возьмем копи и сюда вставим ну и тут теперь используем тест так да и проверяем тут кстати у нас хейт пошевелил а мы делим да там же на число и вот теперь он вообще по чуть-чуть до ближе к единице он у нас взлетит по-быстрому и лед но легче составлю вот это вот значение наверное где-то в блендере она есть это переменная хейт давайте ее как-то назову три буковки р так все корректно все заработало а то есть мы делим так может где-то опять что-то тупо ну но вот они полетел да в общем смысл понятен да я могу создавать какие-то свойства могу там себе кучу напрограммировать всего это не обязательно анимации у драйверов есть в общем то другое назначение это я просто там показал что и без ключевых кадров короче жизнь возможно да но ладно не то уберу хотя она в общем то работает и все хорошо да и то есть мы могли бы если надо чтоб он в каком-то направлении еще например был но сейчас видите он как-то дико так летает то мы в принципе могли бы добавить empty play nexus пустышку какую-то нашему самолетику указать как он должен он констрейн и сказать что там трек ту следить за да и выбираем зачем следить за нашим мтиком ну а потом чтобы допереть чем стал попой смотреть на это данное мтик то выбирайте там локальные оси показывайте и видно у нас но тут стоит вверх ось y да тут минус z поменяем на z он будет у нас видите передам смотреть а нам надо боком чтобы он смотрел на поэтому вот на x из меню и видите на то есть вот теперь он теперь он у нас кружит не в ту сторону да тут тоже нам надо по моему где-то отрицательное значение поставить ну тут минус тыкнул так ну или просто нет что он не стал назад крутиться да еще такое где-то надо минус наверно тут да да теперь полетел куда надо и вот она летает у нас самолет и все хорошо с разной амплитудой да все что мы может захотели ему задать можно с разным радиусом и вот это теперь да то есть арешу ключевые кадры да что можно и мимо как бы управлять ой то есть запоминает любые параметры на то есть я это тоже могу анимировать вот например я хочу сделать опять же такую амплитуду чтобы она росла тут например хочу делим на большее какое-то значение чтобы не так быстро он взлетал вот и амплитуда росла да то есть я тут также могу сюда навести нажать буковку ай вот и теперь там до какого-то кадра или сюда опять могу написать выражение какое-то добрать динамические там данные ну короче тут это тогда никогда не кончится так возьму до переместил и там сделать сюда амплитуда будет на протяжении 80 кадров у меня расти и опять нажму ай на shift и стрелку влево переехал в первый кадр запустил на и видите там прям быстро так меняется и рывки поэтому и считывалась вот и погнал у нас самолетик также да все все этаж можно давайте удалю удалю удаляю тоже тут вот ключи все поудаляю так это тоже удалим нажмем alt g поставим в центр так где потерял свой пропеллер винт так тут у винта где винт вот видите начинают тупить и вот я не пойму куда у мой винт делся где он тут в сцене вот сюда и а так да где-то я его профукал так вот даже не знаю что сейчас сделать чтобы его найти драйвера почистим возьму тут все сброшу и есть не вижу я винта за прикол так а ну-ка меш добавлю куб перейду в данные найду там цилиндр вот он винт да где он там делся я черт его знает ладно да отсюда этот удалим вот не буду его искать сейчас нажимаю x90 и опять приспособлю вот сюда и также на сделаем его контр-п родителям так вроде хорошо теперь на заставить его покрутиться на я также нажимаю вот здесь установлю ключевой кадр есть сделаем какой-то там прирост пусть на десяти кадров до один оборот 360 градусов нажимаю 5 аль и видим хорошо крутится да и как можно его заставить постоянно крутиться не вычислять же это значение до конца нашей анимации да мы можем взять перейти вот тут пунктик граф эдитар да то есть вот тут сейчас наш объект пропеллер выбран а вот у него есть значение до по игреку там у нас значение меняется вот она растет видим до зеленая ось и я могу взять этот модификатор добавить генератор на и он будет не приращивать к моему значению еще больше больше дает он теперь начал крутиться вот этим параметрам можно тут прирост по уменьшать ну допустим вот так отлично да с помощью модификаторов вообще в общем-то да многое можно можно например нашему объекту просто установить опять же один кадр там например на локейшн вот добавить модификатор на какой циклы не добавить модификатор noise да и видим мы добавили шум теперь да я на какую-то вот например давайте удалю выберу вот хочу чтобы у нас он глобально по оси z тарахтел выделяет ось добавляю модификатор но из шум до здесь значение в пазу странич увеличен да и вот он начал шуметь да то есть мы сгенерируем валили ему кривую на по которой у нас едет есть временная шкала есть значение у нас это изменяется локейшн по оси z тут с модификаторами в общем можно поиграться да прикольная такая штука там растянули что-то например попробовали еще там лимиты добавить до модификатора ограничить там по по давайте что-нибудь покрутим на минимум максимум какой-то пульс я не знаю можно сделать опять добавили еще модификатор данной из нарисовали такую кремовую тут еще шум и вот она у нас да такой еще вибрирует вот опять же он мог чему-то быть привязан а то штука куда-то дальше там анимировалась ну допустим это сейчас давайте так добавлю 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 м птик и также теперь перейду в начальный кадр и самолетик выделяю м птик нажимаю control п отчик да то есть теперь у меня самолет привязан к этой штуке а анимация все так же он на тарахтит вибрирует вот и тут давайте там запустим его почему-то я добавлю кюрв у вас если вот этого нет включите аддон экстра кюрв и здесь есть ага архимедиум спиралька такая да тут количество шагов это вот эти штуки количество как его а был сейчас поймете да то есть я высоту подвину о увидели количество вот этих ход сегментов блин вылетела в голове извините так и например расширить можем да и все это я могу так полик ушел очки на там подвинуть еще х и вот тоже будет по спирали у меня ехать а то есть я создал кривую кстати кривую могу тут выделить и упростить до сначала set сплайн-тайм сделаем безе и как видимо что-то что-то многовато да и есть клина где 7 или семейки урфы тут я могу трог по убирать вот эти значения он как бы минимум вот этих направляющих до пытается воссоздать тот же самый путь потом можно там тут чего нибудь взять куда-то там покрутить что-то перенести вот у нас по сути тоже такая себе анимационная кривая так сейчас я тип изменена и line или автоматику да и теперь они такие ровненькие вот и надо запустить нам самолетик а поскольку самолетик привязан к вот этому да к м теку тут я м текбу запускать я выбираю м тек и духе констрейнт фэлл пас и выбираю путь вот поставил его ничего не происходит нужно нажать кнопку анимает пас и вот видим самолетик у нас поехал по этой кривой да что быстро едет я пойду тут скажу кривой что ее путь пересчитать надо да пс вот они меньше я говорю чтобы она не за 100 кадров все проезжала на при этом за 500 хотя у меня всего там 250 но вот тут можно и добавить вот за 500 вот чуть-чуть он помедленнее поехал да и так же он там вибрирует себе ну еще он не той стороной чуть-чуть едет нам давайте тоже тут включим локал и укажем да z вверх это правильно осмотреть надо нам такое взять я опять выбрал с м птиком все у нас как-то не так он что нельзя его покрутить а все я еще понял еще follow curve нам надо да то есть использовать направление и вот он да видите у нас по кривой начал тарахтеть вот такие сильные тарахтение мне не нравится да поэтому перейду где там мой первый модификатор мой тут как бы возьмем растянем то или да да это я так показал я их по удаляю вот есть носи я его я не сильно вот и оскелем на то есть вот он самолетик немножко у нас там вибрирует ну и полетел да опять же если вам не нравится там как он там летит вот вы можете перейти в кривую изменить ее направление до изначально поскольку многим не нравилась волосатая вот эта кривая даст вот этими штучками и взяли уже по умолчанию спрятали а так это направление кривой которое вы можете менять на например я могу взять эту и есть тут и покрутить на допустим о полетел он тут не хочу чтобы он так был на поэтому тоже покупку самолетик и есть дай полетел так ну как то пошел пошел так хорошо летит то есть камеру вы точно так же можете анимировать да для камеры например еще одну создам кривую пусть тоже будет архимедия но тут единичку а не в ноль ну тут радиус изменим и количество ну так вот допустим да сейчас и еще давайте вот и например так покажу камеру свою у камере сбросить надо ее повороты альтер альтер джи альтер не сбросил не сбрасывается альтер блин видишь это перехватывают у меня какая-то фигня шуты альтер тарелки опять вызвать обновил блин дрова теперь мне лишние штуки кнопку у меня отобрала ладно тут бэкспейс нажиму да и точно так же я говорю поставлю теперь follow pass вот на у сюда да и теперь она будет по пути также анимирую это же укажем что пусть будет тут 500 кадров на поехала камера есть и еще теперь камере скажем чтоб она следила за самолетиком можно не за самолетиком а вот за вот этим да то есть выбираю камеру выбираю камеру и опять констрейн и тректу да то есть за кем следить вот за этим мальчиком перейдем в камеру да и вот у нас теперь полетела по-моему хорошо получилось а и еще так флажок должен да у нас как-то тарахтеть вот для чтобы тарахтел двигался флажок. Для этого мы зайдем в шейпки, установим базовый ключ и добавим еще один ключ. И теперь зайдем в режим редактирования. Пусть будет пропорциональное редактирование включено. Ну и тут что-нибудь куда-нибудь потянем. И выйдем. Выходим. У нас все на место стало. Но зато у нас теперь есть value. И вот это value, когда меняется, то есть от одного ключа мы переходим к другому. Важно, чтобы у вас не изменилось количество вершин. Вот. И на этот ключ также я беру, навожу, нажимаю i. Видите, он появился. И возьму этому ключу тоже добавлю модификатор noise. Потрясем его. И трясти надо от единицы до минус единицы. Давайте попробуем. Видите, шевелится. Можно тут стрейндж побольше сделать. И будет его болтать посильнее. Да, то есть вот как-то что-то полетело. Вот. Дальше вы там взяли себе добавили солнце. Да, сделали его. Что это sound? Там что-то 10. Посмотрим. Куда оно у вас там светить должно. Направляете. включить амбиент. Возможно тут порегулировать что-нибудь. Так. Блин. Затекстурить надо какой-то страшный самолетик. Где самолетик? Так. Самолетику добавим материал. Выберу я сюда какую-то палитру. Палитру просто так рабочий стол. Вот, например. и подключим Ctrl-T да, она по умолчанию берет UV-координаты. Ну, такая красота не красота. Вот. Переходим в UV-эдитинг. Так. Тут сейчас текстуры да, ничего не видим. Но можно например если хотите в режиме вот overlay solid видеть можно выбрать эту текстуру и будет все хорошо. Можно еще shadow кavity крутой самолет. И тут красим. Да. Я выберу весь самолет. Вот. Да. Тут включаю синхронизацию и например весь самолет будет зеленый у меня. Уменьшаю эти UV-х и перетягиваю на нужный мне цвет. Да. Видите он стал зеленым. Например внутренняя вот тут часть Ctrl-плюс сейчас нажму Ctrl- минус Ctrl- плюс вот эти снимем выделение какого-то другого цвета должна быть да просто на вот тот другой и перетаскиваю допустим ой такое а включено вот это пропорциональное редактирование о да и перетащил допустим пусть будет синее так окошко Ctrl-плюс беленькое будет вот так флаг давайте оранжевый так вот эту штуку тоже какого-то шкорная так не знаю тут наверное можно тоже что-то покрасить сделаем черненькое есть этому создадим такой же материал зайдем мы тоже его выделим все эти штуки смасштабируем сделаем такой розоватый винт о да покрасили наш самолетик что-то я еще хотел что-то только что в голове проскользнуло да но я забыл а можно было конечно да давайте наверное выхлопные сделаем зайду в режим редактирования сделаю тут ай так с двух сторон так у нас все хорошо е control плюс так же на черное тут попередвигаю так я теперь добавлю кольцо 8 смотрим на меня так тут мы выбираем точки до заедем так выбрал это 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 о так куда оно у нас делать блин да я взял его сделал в этом ключе короче да и в этом у нас все пропадает тогда так вот тут я кстати как их сюда перенести и вот даже точки появляются как это они появляются очень странно так вот теперь опять что-то я затупил блин как-то наверное можно их перенести тут их реально нету ладно черт с ним да вот здесь я выделяю удалю то есть у меня должно колебаться но их не должно быть это у нас этот есть перейдем сюда вот тут видите тоже осторожно надо быть так еще раз точку 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 выбираем обязательно так пойдет и эту всю штуку копируем не ctrl-m, y и shift-n, чтобы вывернуть нормали и назад тоже сюда отправили так, еще а, еще можно сюда с частицы запустить, можно выделять вот эти вот штуки нажать f и нажать p selection да, отсоединить так, опять все пропало да, не уезжают так, а те, куда я отсоединил так, что я с вот этим да, что-то себе надумал пазовый есть этот есть что вы переезжаете непонятно, да короче, удалим его пока зайдем сюда shift-d ой, нет просто p selection выйдем вот они есть их чуть-чуть зайду в режим редактирования чуть-чуть сделала так, поменьше так, еще желательно чтобы они на меня смотрели да, на зайти и вывернуть shift-n есть еще вот эти трубы у нас не в ту сторону смотрят выделю все shift-n есть да, все хорошо так едет едет отлично так можно да, вот этому добавить опять каких-то мешей экосфер куда-то перенесем да, выделим наши вот эти трубы возьмем добавим частицы да, пойдем в пункт рендеринг выберем объекты и выберем их да, о полетели так летят сейчас а, если не хотим чтобы он там пока летал да, можно тут, наверное спрятать так это что у нас это трек ту трек ту за кем он следит а, все я понял не за кем он не следит это убираем а вот это да, у нас же empty был привязан спрячем вот да, и посыпались эти штучки и мы можем вот выбрать их там настроить как им сыпаться например в лосите там начальную скорость побольше задать вот так дальше количество их чуть больше задать там время жизни и lifetime random добавим и также им scale так у нас там 500 кадров да генерируются они всего на 200 так и тут наверное 1500 так сделаем их черными ну так а вот этот объект у нас будет как объект столкновения collision о видите теперь частицы от него отлетают так окну как-то так так сейчас что мы тут джоем где наши не летит так дальше включаем опять на глаз нажали вот ну и полетел наш самолет ну вроде бы красиво да давайте еще добавим вот здесь sky выберем house week нет время сильно да такой шлейф длится у него выделим и скажем им жить поменьше да зачем кадров 30 пусть живут это может даже меньше 20 10 о нормально все-таки сделаем 1020 так и наверное тут велосити это тоже тут рандом о наши разные стороны там лупил есть такой себе как бы дымок сделали так ну все как бы круто можно еще да если вы тут включите motion blur на размытие в движении там bloom вот видите вообще замечательно как бы добавить всему этому чуть-чуть бликов вот и где там screen space reflection включить на нем отражение появились ну и все это можно в анимашку теперь да легко сохранить да render render animation да перед этим вы вот здесь да то есть папку для выхода выберите там ffp видео можете не матроска а mp4 h 264 high quality вот он полетел да ну и то есть вот такой будет кадр ну а также можно в общем камеру покрутить понастраивать так ну в общем да я надеюсь что как-то помог прояснил ситуацию или наоборот доход суббил все но в общем все всем спасибо лайкайте там пишите комменты будем разбираться все всем пока 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 Продолжение следует...